Шаг, подножка, добивание, болевой прием на руку. Шаг, подножка, добивание, болевой прием на руку. Еще один бросок. После выполнения удара кулаком с шагом, выполните бросок. Бросок с последующим болевым приемом на руку. Подбивая колено, смещайте плечи в верхний центр и, придерживая голову, выполните болевой прием на локоть. Освобождение от захватов за руки сверху. Помните, руки имеют два свойства – вращаться и сгенаться. И на основе этих двух свойств выполняется все освобождение от захватов. Шаг позволяет войти в движение. Освободившись от захвата, нанесите сильный удар локтем на отмашь. Захват за руки снизу. В зависимости от дистанции можно выполнить удар ногой, если позволяет для этого дистанция. Выводя локоть вверх, проворачивая руку, освободитесь от захвата. После освобождения нанесите сильный удар локтем на отмашь. Выводя локоть вверх, проворачиваете руку. Провернув руку, нанесите сильный удар. Освобождение от захвата в заворот с помощью ударов с последующим скручиванием шеи. Скручивание...